Еще раз здравствуйте, добрый вечер всем, кто у нас к этому моменту подключился. Давайте начнем наш небольшой семинар, который посвящен такому общему обзору построения, инструментов построения управления для управления IT-службой, организации работы службы поддержки, Helpdesk. Поговорим о том, какой основной организационный документальный инструментарий для этого существует. Мы будем говорить об инструментах именно организационных, документах, структуре. И немножечко затронем вопросы весьма престижных сертификаций более старшего уровня. Это из таких, как Exyn Intermediate OSA, Module Operation Support Analysis и Service Offering and Agreements, SOA. Соответственно, я надеюсь, что это вам поможет определиться, в каком направлении углубиться в изучении. Вот, что сейчас нужно для более эффективной организации работы вашей IT-службы, вашей компании. Вначале я коротко представлюсь. Меня зовут Данил Динцес. Я, в общем-то, на протяжении своей карьеры специализируюсь в области IT. Последние, где-то лет 10, это различные проекты, программы, портфели, связанные и с разработкой, и с организационно-структурными изменениями, в том числе с созданием служб сервис-деск, их развитием и так далее. В общем-то, в центре специалистов я также занимаюсь и преподаванием по соответствующим курсам. Я тоже о них немножечко расскажу. И организации новых, так называемых, виртуальных форматов обучения, то есть вебинары, открытое обучение, очно-заочные, различные дипломные программы и так далее. Вот, тоже думаю, что если будет интересно, пожалуйста, подключайтесь. По ходу я предложу вместе с моими коллегами ответить вам на несколько несложных опросов, так, чтобы мы тоже примерно понимали уровень аудитории. По ходу у нас с вами будут сессии вопросов и ответов. Во время сессии вопросов и ответов я буду включать ваши микрофоны. Сейчас я все микрофоны, кроме своего, отключил, потому что вы подключаетесь из разных расположений. Кто из дома, кто с работы, кто еще откуда. Разный шумовой фон, чтобы друг другу не мешать. Я микрофоны все сейчас отключил. Когда у нас будут сессии вопросов и ответов, я, соответственно, буду микрофончики включать. Пожалуйста, вы сможете задать вопросы голосом. Если вам более удобно, то вот в окошечке нашей программы, которая сейчас обеспечивает связь с Citrix GoToMeeting, можете написать в чате. Там я, естественно, тоже буду контролировать. Вот, собственно говоря, такой у нас порядок. Где-то час-час небольшим у нас займет. Я надеюсь, что за это время мы немножечко структурируем саму предметную область. Разберемся, как углубить знания. Ну и какими сертификациями подтвердить вашу компетенцию. Ну, собственно, вообще направление по IT-менеджменту в специалисте, оно достаточно развитое. Специалист давно уже является аккредитованным центром Exyn. И, в принципе, все курсы по IT-менеджменту вы вот так легко сможете найти на главной страничке сайта раздела IT-менеджмент. И проще всего сориентироваться. Вот я на слайд сделал скриншот. Актуальная версия всегда вот путеводитель. Путеводитель интерактивный. То есть вы на любой курс можете щелкнуть, провалиться. Как бы, да, посмотреть вниз по ветке детализацию. Мы с вами сейчас будем говорить в основном об областях, которые покрывают так называемые модули Operation Support Analysis. Это организация службы поддержки, хелпдеска и организация управления IT-службой. Это финансовая часть, это соглашение об уровне услуг, введение сервисного каталога и так далее. Вот две такие очень важные компоненты для организации работы IT-службы, чтобы она приносила, как говорит ITIL, явную, видимую пользу для вашей компании. Ну вот, в общем-то, мы с вами сегодня и обсудим. Базовый курс, который находится всегда как бы в корне, да, вы его вот видите. Основа ITIL, его назначение любого базового курса по любому направлению всегда одно. Это понять вообще, о чем стандарт или о чем методология, или если мы говорим о библиотеке ITIL, да, что это за библиотека такая лучших практик. И по-хорошему ее любой сотрудник, даже хелпдеска, в общем-то, должен знать, должен понимать. ITIL, как библиотека, развивается достаточно давно. На ее основе существуют стандарты. Стандарты, конечно, гораздо более компактные. В частности, речь идет о международном стандарте организации, международной по стандартизации ИСА-2000. И на ее базе, поскольку Россия является участником этой организации ИСА, тоже участвует в разработке стандартов, есть российский ГОСТ-Р ИСА, адаптированный, тоже под номером 20 тысяч. Тоже, кстати, рекомендую просмотреть, их очень несложно найти, они бесплатные, там очень компактно, буквально порядка 35 страничек, очень компактно все изложено. Да, если ITIL, как библиотека, вы знаете, это, в общем, ну-то. Сотни страниц в десятках книг, то стандарт очень компактный. Но в силу того, что ITIL такой, он очень-очень общий, очень обо всем, для того, чтобы его использовать на практике, всегда нужно детализировать, адаптировать к отрасли, адаптировать от таких практикописательных, как в библиотеке, к регламентам. В этом очень во многом помогает такая, например, методология, как Microsoft Operations Framework. Не нужно думать, что она основана на майкрософтовских продуктах, нет, это именно детализирующая методология. Кобит, стандарт управления IT-процессами компании, он как бы комплементарен, совместим с ITIL, как с библиотекой. Если ITIL – это взгляд изнутри, как нам выстроить изнутри работу нашей IT-службы, то Кобит – это как бы наоборот взгляд снаружи, а как у вас выстроена работа IT-службы. Поэтому они, конечно, совместимы, но представляют собой разные точки зрения. ITIL изнутри IT-службы, а Кобит как бы со стороны аудиторов или со стороны партнеров. Тоже, в общем-то, вещь очень полезная. И вот если мы с вами вспомним, я думаю, что, наверное, большинство участников нашего вот этого мероприятия так или иначе с ITIL сталкивались, то вы, наверное, помните, что любая методология современная, посвященная управлению IT-услугами, она представляет, если взять отдельно взятую IT-услугу, в виде такого ее жизненного цикла. В центре находится фаза или раньше еще говорили домен, который называется стратегия услуг. Задачей работ в рамках этой фазы является сопоставить планы развития вашей компании, вашей организации планом развития IT. То есть это задача, скажем, IT-директора или какой-то другой роли должностной позиции, которая выполняет функции IT-директора, если в компании такой явной нет позиции. И, зная и понимая планы развития компании, поставить стратегические задачи перед IT-службой, куда развиваться, какой будет портфель услуг, каковы бизнес-требования, спрос на услуги. Дальше, естественно, услуга должна быть вот та, которая нужна для бизнеса, для организации, проработана детально. И вот за детальную проработку отвечают работы, которые описаны в процессах фазы создания услуги или разработка услуги, сервис-дизайн. Здесь мы как раз говорим с одной стороны о деятельности по технологической проработке, эксплуатационной, это процессы всевозможные, availability, capacity management, security management. Это очень важная работа, но сегодня мы ее в рамках нашего семинара затрагивать не будем. А вот результируется она в том, что услуга в итоге описывается детально, как она будет предоставляться, какими силами, на каких условиях, какие условия поддержки, скажем, 5 на 8, 24 на 7, какой уровень доступности. И это все попадает куда? В каталог услуг и в конечном итоге описывается в соглашении об уровне услуг. Если это принимается, услуга должна быть внедрена в Service Transition и затем передана в операционную эксплуатацию. Текущая поддержка, решение инцидентов, проблем пользователей. Вот, собственно, об этих двух из этих четырех составляющих мы с вами сегодня поговорим. Это об организации работы службы поддержки и о документальном оформлении и предоставлении услуг, сервисные каталоги, карты услуг и так далее. Вот. Вообще, естественно, мы начнем с того, что такое есть IT-услуга. Почему вообще мы говорим об этих методиках? IT как услуга означает, что не просто обеспечивается работа чего-то, каких-то железяк, грубо говоря, какой-то техники, но рассматривается как услуга для обеспечения основных бизнес-процессов. В каких-то случаях как услуга внешняя для внешних клиентов. Ну, например, как в случае с интернет-банкингом, да. Допустим, в интернет-банкинге отделить услугу от IT-шную, от услуги, собственно, финансовой, наверное, невозможно, да. Для чего это делается? Для чего IT, вот эти сервисы, представляются именно как сервисы, именно как услуги? Для того, чтобы можно было четко выделить ту ценность, ту роль, которую IT играет в бизнесе. Ведь это в любой компании, для любой, на самом деле, службы, для любого подразделения один из ключевых вопросов. А что вы делаете? А за что мы вам платим деньги? А почему вам нужно именно столько денег, именно столько людей, именно такое оборудование? Что это даст? Мы больше потратим или больше заработаем? И как раз задача сервисного подхода, подхода к IT как к услуге и есть в том, чтобы соотнести требования бизнеса, возможности IT и найти тот самый разумный компромисс между затратами и той ценностью, которую создает IT-услуг. При этом, ну, на всякий случай, если вы знаете, то прошу простить, но все-таки скажу, IT-услуга – это всегда то, что понятно и то, что несет ценность для бизнеса. IT-услуга – это, например, обеспечение работоспособности бухгалтерской подсистемы. Это обеспечение работы почты. Это понятно бизнесу. Да, с помощью электронной почты я могу получать информацию, отправлять информацию. Наши, скажем, продающие структуры могут работать непосредственно где-то в полях, что называется, у клиентов и быть всегда актуально, так сказать, на связи. Не стоит называть IT-услугой что-то сугубо внутренне-техническое. Да, иногда с таким приходится встречаться, скажем, говорят, мы предоставляем услугу доступа в корпоративную сеть. Реакция сразу бизнесов – это что такое, что такое корпоративная сеть? Я могу файлы из папки скачивать? Нет, это вот мы вообще вас подключаем. Описание услуги должно быть понятно бизнесу. Это как раз задача сервисного каталога, о чем мы как раз сейчас с вами и поговорим. И вот как раз задача, первая задача, которая относится как раз к стратегической фазе – определить, есть ли IT-услуги, которые непосредственно влияют на основное производство, на продажи. Или на какие-то другие ключевые бизнес-процессы, от которых зависит развитие компании, ее позиция на рынке, выполнение ею своих обязательств перед клиентами. Какие бизнес-процессы от этого критически зависят? Например, автоматизированная система управления технологическим процессом. Отлично. Она обеспечивает работу производственной цепочки. Да, это критическая зависимость. А IT непосредственно вовлечена в основную деятельность компании. Скажем, CRM-система, система управления взаимоотношениями с клиентами, она может быть не является ключевой для обеспечения производства, но она позволяет таргетировать продажи, она позволяет осуществлять продажи в большем объеме, с меньшими затратами, позволяет получать обратную связь от клиентов и тем самым настраивать производство. Это тоже влияет непосредственно на бизнес. А могут быть системы, например, какие-то вспомогательные, допустим. Во многих компаниях, не во всех, конечно, но во многих компаниях, например, к числу вспомогательных можно отнести, скажем, системы документа оборота, допустим. Нужны они, конечно, нужны, важны, безусловно. Но сказать, что от системы документа оборота напрямую зависит, допустим, прибыльность работы компании, можно далеко не всегда. Поэтому нужно как раз понять степень влияния тех или иных IT-услуг для того, чтобы в том числе понимать, сколько на них имеет смысл целесообразно выделять денег. И вот как раз в рамках нашего курса, который так и называется «Управление IT-службой компании» мы, в общем-то, и начинаем разбирать, а как выяснить, какой процесс является более важным. А что означает, что этот процесс создает добавочную стоимость или же, наоборот, является сугубо поддерживающим. Как тогда определить уровень достаточности вложений в нее? Потому что, ну вот возьмем такой пример, он достаточно наглядный. По нему часто бывают дискуссии, они очень полезны, на самом деле такие дискуссии должны быть внутри компании при определении. Допустим, возьмем такую услугу, как обеспечение работоспособности бухгалтерской подсистемы компаний. Наверное, ни у кого, не то что язык не повернется, мысль не шевельнется, сказать, что бухгалтерская подсистема не важна. Конечно, важна. Ведение бухгалтерского учета, ведение налогового учета, бухгалтерской, налоговой и целого ряда сопутствующих отчетностей, крайне важно. Но влияет ли бухгалтерская подсистема, влияет ли бухгалтерская подсистема, например, на увеличение объемов бизнеса, на увеличение продаж, производства? Далеко не всегда. Я бы даже сказал, в большинстве случаев нет. В этом случае вполне достаточно, например, понимая такую роль в бизнесе конкретной подсистемы, сказать, она должна работать стабильно, на минимально достаточном уровне, чтобы у нас никогда не было проблем с учетом, у нас никогда не возникало проблем по налоговым и другим обязательствам. Но развивать ее по последним, так сказать, образцам и последним версиям, может быть, и нет смысла. Это будут вложения, которые не дадут соответствующей отдачи. И вот как раз задача процесса, который так и называется бизнес-элайнмент, да, выравнивание IT и бизнеса, и состоит в том, чтобы на таком вот укрупненном принципиальном уровне путем диалога с соответствующими бизнес-подразделениями, с финансистами, внутри IT, выясняя, как предоставляется услуга, понять, какую роль эта услуга играет в целом в компании. Понять для себя внутри IT и представить это руководству компании, чтобы принять соответствующее решение. Будет ли эта услуга являться стратегическим активом, тогда она должна быть включена в стратегический план. Развитие по-хорошему, в общем-то, такой план должен формироваться на год как тактический и в диапазоне трех лет как стратегический план, для того, чтобы можно было планировать свои возможности, свои ресурсы. Опять-таки, услуги надо развивать. Что значит развивать? Это значит реализовывать проекты. Значит, на проекты нужно, опять-таки, планировать ресурсы, бюджет, в какой последовательности их реализовать. А в какой последовательности их реализовать? Естественно, в соответствии с планами развития бизнеса. Ну, банальный пример, скажем, какая-то торговая сеть планирует увеличить свое представительство в регионах и в течение ближайших трех лет открыть, скажем, там, 10 новых торговых центров. Это стратегия бизнеса. Как она должна быть в этом случае подкреплена стратегией IT? Нужно понять действующие сервисы, скажем, учетный, складской, логистический. Справятся ли они с возросшей нагрузкой? Что нужно сделать для того, чтобы они справились? Какие проекты по наращиванию мощностей, например, реализовать? А может быть, в некоторых случаях можно сэкономить, не реализовать никакие проекты и пойти на изменение бизнес-процессов, скажем, разнести по времени выполнение каких-то операций. Вот это и есть как раз задача соотнесения бизнес и IT-стратегий. На выходе должны получиться согласованные с бизнесом цели предоставления конкретной уже услуги. Цели, как обычно, я думаю, принцип смарт-целеполагания вам наверняка многим знаком, должны быть конкретные. То есть не может быть цель сделайте хорошо. Цель должна быть конкретная. Нужно обеспечить поддержку 50 торговых точек по всей территории страны, которые работают в режиме 24 на 7. Все. Это конкретная цель. Она понятна. Она должна быть измерима. Собственно, из принципа конкретности измеримость, очевидно, уже следует. Она должна быть достижима. За это иногда с бизнесом приходится побороться. Но тут тоже вещь какая. Если цель заведомо недостижима, наверное, никто из команды не будет даже и пытаться ее реализовать. И будет еще хуже. К сожалению, иногда приходится таким статусом. А давайте мы поставим цели заведомо завышенные. Их, конечно, никогда не достигнут, но будут стараться и получим что-нибудь тоже хорошее. Вот не всегда так получается. Если человек видит, что цели все равно не достигнуть, он может сказать сам себе, а зачем вообще стараться. И да, вообще ничего не будет сделано. Тем не менее, цель должна быть значимая и значимая в определенном диапазоне. Как я вот только что говорил. Не вообще будет открыто 10 новых торговых центров. Они будут открыты в течение трех лет. Они будут открыты в каком-то определенном графике, чтобы IT-служба могла планировать свои работы. И вот понимая эту стратегию бизнес-развития, можно уже сделать выводы о том, на какой уровень зрелости имеет смысл выводить ту или иную IT-услугу. Что такое уровни зрелости? На курсах мы это рассматриваем очень подробно. Сейчас я расскажу так вот укрупненно, да, для понимания. Всего есть пять уровней. Первые два, они в любом случае недостаточны. Мы о них сейчас говорить в силу ограниченности времени не будем. Если вообще услуга нужна, то ее нужно выводить как минимум на вот этот третий, так называемый, оптимизируемый, ой, прошу прощения, не оптимизируемый, конечно, а определенный уровень. Что является критерием определенности? Есть четко прописанные, понятные и бизнесу, и IT-метрики. Порядок взаимодействия. Что значит порядок взаимодействия? Как правильно подать заявку, например, на инцидент? Как правильно подать заявку на подключение нового сотрудника? Это должно быть четко прописано. Чтобы не было хаоса, с беготней, криками «У меня человек уже три дня вышел на работу, сидит, ничего не делать». Нет, должна быть четкая рабочая процедура. Кто должен завизировать, кто должен сделать, как отчитаться, как подтвердить, что задача выполнена. Как сотрудник может на ту же службу сервис-деск подать заявку? Как она будет классифицирована? Вот это уровень называется определенный. Его должен достичь любой сервис, если он вообще в компании нужен. А вот более высокие уровни, они, конечно же, требуют и более высоких затрат. Их необходимость возникает только в том случае, если какая-то услуга, это четвертый уровень, или группа услуг напрямую влияет на ключевые бизнес-показатели. Я здесь постарался привести пример. Допустим, пример четвертого уровня. Сайт, как, в общем, наверное, все мы знаем, это продающая структура. Она должна прямо или косвенно сайт должен продавать. Значит, классическая IT-метрика. Уровень доступности сайта. То есть, какую долю рабочего времени, скажем, сайт был работоспособен. 99,9%. Это хорошо или плохо? Если сайт у нас структура продающая, то измерять в процентах доступности, ну, в общем-то, нецелесообразно. Бессмысленно, я бы даже сказал. Метрика в этом случае должна быть близка к бизнес-метрике. Скажем, снижение простоев сайта на 30%. То есть, в прошлом месяце у сайта было 3 часа простоев, в этом месяце 2 часа простоев. Приводит к увеличению количества обращений на 20%. Это вот уже выведение IT-метрик на бизнес-уровень. Если же IT-услуга фактически является неотъемлемой частью какой-то услуги, которую компания продает внешним клиентам, то можно говорить об уровне оптимизируемом. Что значит слово оптимизируем? Это значит, что сам факт повышения, скажем, нагрузки, количество обслуженных клиентов, проведенных транзакций, то есть чисто IT-шных метрик, улучшение интерфейса напрямую влияет уже не просто на IT-услугу, а на конечные бизнес-показатели. Я вот как здесь постарался на примере достаточно таком известном показать, скажем, рост доступности интернет-банка на 0,1% и увеличивает количество финансовых транзакций на 5%. Все это уже ключевые показатели работы банка, это не IT-метрика. Значит, вывод. Нам имеет смысл инвестировать в эту IT-услугу, улучшать ее, потому что это напрямую приводит к росту показателей основного бизнеса. Вот что значит уровень оптимизируемый. В результате те услуги, которые мы хотим представить, должны быть оформлены в каталоге услуг. Вообще вот каталог услуг – это основной, это ключевой документ внутри любой компании. Я вот и на курсах, и сейчас очень люблю проводить аналогию между каталогом услуг и меню в хорошем ресторане. Каталог услуг должен описывать все, что может представить IT-служба своим и внутренним, и внешним клиентам. То, что предоставляется сейчас, то, что вот готовится к выпуску. По-хорошему должны вестись и какие-то услуги, которые уже ранее были удалены, но не исключено, что они потребуются. Мало ли, когда какая-то возникнет ситуация. Что включается в каталог услуг? Полный перечень услуг. По каждой услуге параметры предоставления. То есть предоставляется, например, только в офисе или есть режим удаленного доступа. Обслуживание ведется только в рабочее время или в режиме 24 на 7, или в каком-то специальном режиме. Обязательно должны быть представлены метрики и обязательства со стороны IT. Причем эти метрики, естественно, должны быть в первую очередь, в первую очередь понятны бизнесу. Например, ну такой уж дурной пример, просто для иллюстрации. Метрика из серии, там, время пинга, там, сервера не должно превышать 10 миллисекунд. Ну, простите, бизнесу это ни о чем, ни о чем и никогда абсолютно не скажет. Это метрики доступности, это метрики времени реагирования, это метрики, связанные с временем максимально допустимого простоя. что-то, что еще может быть для бизнеса, для ваших внутренних или внешних заказчиков ценно. Очень полезно в каталоге услуг содержать отсылки к разного рода внешним контрактам, с внешними вендорами, с каким-то аутсорсингом, ну, мало ли, который там, например, обслуживает печатную технику или с провайдерами интернета, с дата-центрами. Почему это важно? Потому что вы заключаете контракт, скажем, с тем же интернет-провайдером, в котором есть определенные обязательства по восстановлению связи в случае сбоя. Значит, вы не можете гарантировать обязательства выше, чем вам гарантирует интернет-провайдер. Если интернет-провайдер, как это вот очень часто бывает, в течение, пишет в контракте, суток будет восстановлена связь, как вы можете гарантировать интернет быстрее восстановления? На самом деле, есть выход. Какой? Это для вас будет являться обоснованием, которое вы представите, скажем, руководству. Так, мы не можем работать сутки без интернета, встанет работа компаний. Значит, нам что? Значит, нам нужно заключить дублирующий контракт с другим провайдером, и тогда в случае отказа основного мы переключаемся на резервного. Да, компания при этом несет некоторые дополнительные издержки, но руководство, заказчик понимает, тогда почему нужно иметь там два контракта с провайдером, или почему нужно, например, иметь какие-то резервные сервера или резервное оборудование для чего? Для того, чтобы обеспечить как раз-таки соблюдение тех самых метрик, обеспечить, например, восстановление в течение 30 минут. Для того, чтобы восстановить, например, тот же CRM-сервис в течение 30 минут, нужно обязательно иметь какую-то резервную базу, чтобы гарантированно ее поднять, и, соответственно, дальше там пользователи, продавцы могли работать дальше. Кроме того, на бизнес-уровне в каталог полезно включать пороговые значения для эскалации. Это такой хороший психологический фактор для бизнес-заказчиков. К кому они могут обратиться, более старшему по иерархии, если сервис работает ненормально? То есть, например, если время разрешения превышает какой-то порог, например, там 30 минут, кому они могут дальше обратиться? Порядок предоставления отчетности. Отчетность может предоставляться в Excel, в виде каких-то дашбордов на корпоративном портале, с какой периодичностью. Это тоже очень полезные вещи. Это создает такую атмосферу доверия между IT. То есть, не просто мы что-то там делаем техническое. Мы создаем свою ценность. Вы можете на нее посмотреть. Мы открыты. Мы открыты для каких-то предложений. В том числе, это является одним из элементов обоснования стоимости услуги. На визуальном уровне, ну вот здесь, я думаю, должно быть видно. На визуальном уровне очень хорошо и правильно отобразить взаимосвязь между различными услугами. Потому что, конечно же, услуги не висят в воздухе, скажем. В бухгалтерской подсистеме есть перечень сотрудников, например, того же отдела продаж. Их зарплата зависит от объема продаж, который отражен в системе продаж. Их работа с клиентами отражена там же, в системе продаж, в CRM-системе. А заказы могут поступать в том числе через сайт. То есть, естественно, все эти вещи взаимосвязаны. И поэтому хорошей практикой считается иметь не только формализованный, как документ или базу каталог услуг, но и визуализировать этот каталог услуг в виде так называемой карты услуг, чтобы можно было визуально быстро и для себя внутри IT понять, как услуги между собой взаимосвязаны, как вообще этот эффект домино может сработать. И для того, чтобы для заказчиков, подразделений, их руководителей тоже было понятно, как вот эта взаимосвязь осуществляется, как формируются данные, почему можно быть уверенным или наоборот неуверенным в целостности данных, в их достоверности. Вот такой инструментарий, в общем-то, он и программный существует. Например, в Хьюлитт-Паккардовской системе, в Хьюлитт-Паккард сервис-менеджере, подобные инструментарии существуют. А вот дальше из каталога услуг каждое подразделение может себе, опять же, продолжая аналогию про меню в ресторане, выбрать только те услуги и в том формате, который нужен именно этому подразделению. Уважаемые коллеги, я хотел бы вам сейчас предложить такой микро-микро-тестик. Я его сейчас загружу. А вообще, вот с какими типами SLA вам приходилось сталкиваться? Да, вот такой маленький микро-тест из одного вопроса. Попробуйте ответить, как бы вы ответили, да, какие есть формы SLA. А мы это сейчас с вами и обсудим. Спасибо тем, кто ответил. Итак, какие есть виды соглашений об уровне услуг? Собственно, вот правильные ответы. Традиционно, традиционно, в библиотеке ITIL SLA строился так называемый в разрезе заказчика. Что значит SLA в разрезе заказчика? Это значит, что заключается соглашение, да, SLA, Service Level Agreement, соглашение об уровне услуг. Соглашение между, соглашение между IT подразделением и бизнес подразделением. Например, той же самой бухгалтерии. Например, той же самой бухгалтерии. В этом соглашении, которое строится по принципу в разрезе заказчика, будут описаны все, абсолютно все услуги, которые IT предоставляет, например, бухгалтерия. То есть, какие услуги может потреблять бухгалтерия. Бухгалтерскую подсистему, правовую подсистему, какой-нибудь там гарант, консультант, доступ в интернет, электронную почту и так далее. Это SLA в разрезе заказчика. Исторически он более традиционен в библиотеке IT, но в российской практике все-таки, да, у нас организации чаще строятся в такой жесткой иерархической модели. Да, и, скажем, заключение договора соглашения между бухгалтерией и IT все-таки вряд ли можно назвать очень распространенным явлением. И вот в IT есть ответ и на этот вопрос. Можно построить SLA в разрезе услуги. А это уже более привычно к такой часто встречающейся практике именно у нас. Что такое SLA в разрезе услуги? В этом случае это соглашение между IT и руководством компании о порядке предоставления определенной услуги всей организации. У нас это чаще всего называют не SLA, а как регламент предоставления услуги. Например, самое там, не знаю, частое, что там у нас. Регламент предоставления электронной почты, регламент предоставления доступа в интернет, регламент предоставления доступа, там, скажем, к файловому хранилищу, к файл-шаре и так далее. А вот особенности, особенности предоставления услуги конкретному подразделению могут выноситься во всякого рода приложения, и тогда SLA может будет называться многоуровневым. Ну, то есть, например, есть общий регламент предоставления электронной почты, а в приложении для продавцов будет описываться, что им предоставляется электронная почта не только внутри корпоративной сети, но и веб-аксесс, когда они работают, значит, где-то за пределами, где-то за пределами компании. Вот такие возможны варианты, вот такие возможны варианты построения SLA. Коллеги, давайте, прежде чем мы перейдем дальше и будем говорить о возможном содержании SLA, сделаем паузу в моем изложении, я включу вам микрофончики. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Тогда давайте двигаться дальше. Значит, что включается в SLA? В SLA в обязательном порядке должны быть включены различные процедуры, скажем, процедуры подачи заявки, потому что ITIL – это о взаимодействии между IT и бизнесом. И внедрение вообще вот этих всех ITIL-ориентированных процедур невозможно, да и бессмысленно, если все обязательства отнесены только на сторону IT. Нет, пользователь должен подавать заявку в установленной форме, то есть через установленный канал связи, например, по определенному номеру телефона или отправлять сообщение на определенный ящик электронной почты или заполнить какую-то веб-форму в вашей системе. По-хорошему в SLA всегда должна присутствовать такая фраза, что заявки, поданные в обход или в нарушение настоящего регламента не обслуживаются. Если заявка, просто там, условно говоря, человек что-то там сказал в коридоре или заглянул и сказал «А, сделайте мне, у меня ничего не работает», все, заявки нет, IT ничего не обязана делать, но это нужно прописать в абсолютно явном виде. Процедура подачи запросов на изменения, то, что очень часто вызывает, ну, разного рода конфликтные ситуации, когда, скажем, пользователи или тем более руководители подразделений просят что-то сделать, доработать, а IT вынуждена отказывать. Или наоборот, даже не знаю, что хуже, IT берется делать все, а потом оказывается, что не так поняли, тут не хватило ресурсов, тут есть что-то еще более важное и так далее, и так далее. То есть, это четкая процедура проведения запросов на изменения. Обязательно должны быть описаны регламентные работы, потому что это IT-служба, это мы с вами понимаем, что регламентные работы должны проводиться профилактически, плановые обновления, индексации и так далее, и так далее. Безусловно, но бизнес-пользователи этого понимать по умолчанию совершенно не обязаны. Значит, в SLA явно в виде должно быть прописано, скажем, регламентные работы проводятся каждую субботу в определенное время. Все, значит, пользователи, потребители уже знают, понимают, в это время соответствующая услуга будет недоступна. И, кстати говоря, очень важный момент, время проведения плановых, регламентных или профилактических работ не включается в расчет общего времени доступности. То есть в это время никто и не обещает, что сервис должен быть доступен. Иначе мы как бы те же самые KPI сами себе подорвем. Порядок контроля со стороны заказчика. То есть кто от бизнес-подразделения имеет право предлагать улучшения, напоминать, скажем, о сроках решения каких-то заявок, к чему иметь доступ и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Процедура эскалации. Ну, тоже не секрет, что многие пользователи, особенно если они сами из числа руководства, вместо того, чтобы подать заявку, что называется, по процедуре, через форму начинают пытаться звонить и решить быстренько вопрос, там, позвонив напрямую IT-директору или начальнику IT-департамента. На самом деле это чаще всего создает просто ненужную конфликтную ситуацию и только затягивает решение заявки, потому что, ну, это не задача IT-директора решать какой-то там конкретный инцидент. Значит, порядок эскалации, то есть, когда можно, когда нужно обращаться к более старшим по иерархии IT-сотрудникам, это тоже должно быть прописано и, соответственно, регулировать как действия IT-персонала, так и действия бизнес-персонала. Ну и, собственно, из каталога сюда же переходит зависимость от третьих сторон, вот так называемые underpinning contracts, которые, как раз, и будут показывать будут показывать зависимость от третьей стороны, чтобы бизнес понимал, ну, почему то или иное время, то или иное время потребуется для решения заявки. Соответственно, SLA, как ключевой документ, как ключевой документ, заключается между бизнесом и IT в той или иной форме, как сейчас мы посмотрели, и вы там ответили на этот наш небольшой опрос. А вот дальше, для того, чтобы SLA был выполнен, видите, у него здесь показаны две такие, как бы, подпорки, да, своего рода. Это так называемые операционные соглашения и внешние поддерживающие договора. Что такое операционные соглашения? Это фактически регламенты внутреннего взаимодействия между разными IT-подразделениями. Иногда и не только IT. Например, между IT и энергетиками. OLA-соглашения нужны для того, чтобы минимизировать риск ситуации, которая очень хорошо известна, как пинг-понг. Когда заявка приходит, это не мое, у меня база данных прекрасно работает. Это вы там чего-то у себя в системе. У меня вот система работает, вот на моей тестовой базе это что-то у вас. И начинается вот это все перепинование, а пользователь при этом не может работать. Вот задача OLA-соглашений как раз состоит в том, чтобы четко на уровне внутренних регламентов IT расписать области ответственности и не просто области ответственности, а в некоторых случаях, правильнее сказать даже не в некоторых, а, наверное, почти всегда это должно присутствовать, чтобы четко было прописано, четко было совершенно прописано, по какому критерию какая IT-группа, какой IT-отдел будет нести ответственность за ту или иную заявку. Например, если пинг на сервер проходит, значит ответственность на группе, которая работает с бизнес-приложением. Если пинг не проходит, значит ответственность на группе, которая отвечает уже за сетевое администрирование. К сожалению, пока на практике такие регламенты не очень распространены, но, тем не менее, постепенно они получают распространение. В общем, нужно стремиться к тому, чтобы их внедрять. Это упрощает, работает, на самом деле упрощает взаимодействие и самим IT-сотрудникам. Внешние контракты, мы про них говорили, это контракты с вендорами. Это как раз на них и нужно в СЛА ставить оговорки, либо же заключать дублирующие, поддерживающие контракты, чтобы, скажем, если основной поставщик, не знаю, там, расходных материалов не смог быстро предоставить, значит, быстренько обращаемся к какому-то резервному, с которым уже есть контракт, который не надо согласовывать, тратить время, и закупаем у резервного. Естественно, это все должно быть подкреплено финансами, поэтому процесс управления финансами для IT-услуг относится к фазе стратегии. И, собственно, вот как раз, когда мы описываем в каталоге, мы и показываем, мы можем достичь этих метрик, при каких численных показателях персонала, квалификационных показателях персонала, техническом обеспечении, там, резервные сервера, резервные каналы связи. А бизнес уже должен посмотреть, ага, это стоит столько, а если мы дадим денег меньше, тогда что? Вот здесь не будет резерва. Ага, время восстановления будет больше. То есть процесс управления финансами как раз должен показать вот эту прозрачность, из чего на основе каталога, на основе SLA складывается стоимость, на основе статистики, естественно, которая берется вот из сервис-деска. И как раз-таки дать возможность руководству выбрать вариант предоставления услуг. Соответственно, вот на этом курсе по организации управления IT-службой компании мы как раз вот эти вот все вопросы очень подробно и рассматриваем. Да, вот на этом курсе, вот он у нас, да. Мы рассматриваем, как раз идем от бизнес-стратегии, IT-стратегии, формирование карты услуги, каталога, SLA, OLA и построение различных финансовых моделей. Например, финансовая модель предоставления услуги, если мы будем арендовать мощности у провайдера, если мы развернем самостоятельно, если мы будем работать в режиме 24 на 7, если мы будем работать в режиме 5 на 8 и так далее. Вот, соответственно, все это мы в течение трех дней достаточно подробно разбираем с построением кейсов, в ситуации, поэтому если вот эта область для вас уже как бы актуальна, то посмотрите. А, соответственно, построение службы сервис-деск – это уже что? Это уже непосредственно реализация услуги, обеспечение работоспособности услуги, помощь пользователям, устранение инцидентов, устранение проблем. И вот эта фаза, она в себя включает 5 основных процессов, ну, собственно, всего 5 процессов, из них 2 основных – это управление инцидентами и управление проблемами, плюс управление событиями, как он называется. Это процесс, который отвечает за организацию мониторинга, потому что, естественно, в современных условиях лучше, если инциденты выявляются не на основе того, что у пользователя что-то не работает, и он написал заявку, а на основе системы мониторинга пользователь еще, может, и не заметил, что что-то не работает, а у вас уже есть соответствующий алерт. Значит, на основе этого алерта может быть открыт инцидент, и вы его решили как раз с минимальным влиянием на бизнес, быстрее, чем в идеале, быстрее, чем заметили пользователи. Отдельно всегда выделяется процесс управления проблемами. Вот этот момент очень принципиальный, причем как Вайтил его описывает, так и на практике на самом деле. Что такое проблема? Проблема – это корневая причина инцидента. Инцидент – это что? Не работает электронная почта. Мало ли, почему электронная почта может не работать. Миллион причин. И вот нахождение этой причины и ее устранение – это именно ответственность области, ответственность процесса управления, процесса управления проблемами. Почему это разделение важно? Не потому, что, конечно, кто-то написал где-то. Потому что люди, которые отвечают за вот эти два участка деятельности, каждый, да, вот менеджеры процессов, каждый из них должен сконцентрироваться на своем. Управление инцидентами отвечает за скорейшее восстановление услуг, причем любым способом, в том числе и обходными решениями, например, там, вакараундом. А управление проблемами должно найти корневую причину и обеспечить более стабильную работу. Понятно, что не должен один человек просто вот исходя из своих каких-то соображений, из головы, что называется, вдруг решать. А, сейчас я по-быстренькому тут заплатку сделаю. Или, а, нет, ладно, пусть сидят там, все ждут. Зато вот я вот сейчас, уже там, мои люди найдут решение полностью. Нет, должны быть разные люди. Кто-то должен быстро применять заплатки, как-то помогать любым способом, чтобы сотрудники могли продолжить свою работу. А кто-то должен отвечать за то, чтобы такие ситуации, такие сбои не воспроизводились или были как можно реже. Поэтому вот разделение ответственности за инциденты и проблемы, это вещь такая критично важная. И, наконец, из управления инцидентами, как раз вот в зрелых, да, мы с вами в начале сегодня сказали, уровень зрелости, да, в компаниях, в крупных зрелых компаниях, могут как отдельные самостоятельные области деятельности выделяться обработка запросов и обработка запросов на предоставление доступа. Когда это может понадобиться? Действительно в крупных структурах. Вот представьте, чем характерен просто запрос, в отличие от инцидента. Инцидент – это когда что-то не работает. Это понятно. То есть это плохо, но это понятно. Должно работать так, так, как надо, не работает, значит, инцидент устранили, значит, заработал. Все. Все понятно. А запрос мало ли, с чем к нам может обратиться пользователь. Может, он спросит, где взять какие-нибудь файлы. Может, он попросит научить его работать в Excel. Может, еще что-то. И если обслуживать все запросы, простите, никакой мощности IT-службы не хватит. А если вообще все отказывать, значит, люди будут недовольны. Вот как раз нахождение вот этого баланса. Какие запросы обслуживаются, какие не обслуживаются. Сколько времени операторы или инженеры, или админы могут тратить на обслуживание запросов, не являющихся инцидентами. Каков критерий исполнения. Это с инцидентом просто заработало, не заработало. А тут банальнейшая ситуация. Подскажите мне, как чар-диаграммы в Excel строить. Оператор бросил ссылку на базу знаний. Пользователь говорит, не, нифига не понял. Оператор считает, что он свою работу сделал. Пользователь говорит, что ему не помогли. Кто прав, кто виноват. Конфликтная ситуация. Вот когда компания в целом, не только IT-служба, дорастает уже вот до таких тонкостей, то может потребоваться из управления инцидентами, как самостоятельный, выделить, описать свои отдельные правила для обработки запросов и еще отдельно обработку запросов на предоставление доступа к информации, к системам, к отчетам и так далее. Понятно, что управление доступом немножко своя такая еще специфическая область, в том числе и связанная с информационной безопасностью. Кроме пяти процессов, к фазе эксплуатации еще относятся функции так называемые. Что такое функции? Это фактически должностные обязанности. То есть какие должностные обязанности должны быть у сервис-деска, какие типовые обязанности должны быть у сотрудников IT, не связанные с обработкой инцидентов, проблем или каких-то событий мониторинга. А что, если нет инцидентов, ничники и алерты не пришли, ничего не делать? Делать те же регламентные работы, изучение рынка, взаимодействия с поставщиками, создание каких-то бэкапов, какие-то регулярные работы. Вот все такие работы, как должностные или, как говорят, функциональные обязанности, описываются в рамках вот этих функций эксплуатации услуги. Соответственно, сервис-деск, понятно, это способ организации работы службы поддержки. Техническое управление – это накопление компетенции в области инфраструктуры и операционных систем. Операционное управление – это вот как раз текущие процедуры всех. Бэкапирование, печать, резервирование, восстановление, профилактические работы и так далее. Контроль операционного управления – его еще называют управлением инженерным обеспечением. Это как раз выстраивание взаимодействия с энергетиками. Простите, все наши системы должны куда-то в розетку включаться. С хосслужбой, чтобы системы климат-контроля работали там, где это необходимо. Чтобы, не знаю, там те же картриджи закупались. То есть это вот тоже такие как внутренние своего рода соглашения. Ну и управление приложениями. Управление приложениями – это, соответственно, аналогично фактически техническому управлению, только это центр компетенции именно уже бизнес-приложений. Здесь как раз сотрудники должны быть в гораздо большей степени бизнес-ориентированы, должны разбираться в основном бизнесе. То есть это уже непосредственно работа то ли с банковскими системами, то ли с CRM-системами, то ли с логистикой. То есть с теми прикладными приложениями, которыми непосредственно поддерживается работа вашей компании. Основные KPI, если говорить, которые, конечно же, закладываются в SLA. Это доступность, это производительность, то есть в чем бы она ни выражалась, в количестве транзакций, во времени формирования отчетов, в количестве пользователей, которые могут работать с системой, или количестве документов. Это безопасность. Причем безопасность в ITIL всегда трактуется максимально расширительно. Это не только утечка данных, но и наоборот, доступность данных тем сотрудникам, когда они им нужны для выполнения работ. Потому что если сотрудник не получил доступ своевременный к информационной работы, он и работу не может выполнить. Это нарушение безопасности работы предприятия. Это возможность масштабирования систем. Вот тот пример, о котором я сегодня говорил. Скажем, есть у нас CRM-система, но мы планируем, компания планирует открыть 10 новых торговых филиалов. А хватит ли ее мощностей. Это стоимость обслуживания. Это чисто клиентские какие-то субъективные характеристики. Например, простота использования, простота изучения. Вообще говоря, ITIL в своих последних версиях свежих прямо рекомендует постепенно переносить центр тяжести с формальных KPI на субъективные. То есть те, которые как раз показывают удовлетворенность пользователей, то, насколько им в их работе системы помогают или наоборот не могут обеспечить помощь. Ну, естественно, вот как я уже говорил, здесь очень всегда помогает всякого рода контроль наглядный. Да, Анатолий, спасибо. Спасибо за комментарий. Наглядный контроль. Это, конечно, современные средства. Дашборды. Вот это на самом деле слайдик верхний. Это слайд из майкрософтовского систем-центра. Действительно, очень наглядно, да, вот особенно мне нравятся вот эти вот дашборды в виде спидометра, да, и сразу там любой менеджер и айтишный, и не айтишный видит, значит, вот, где мы там в зеленой зоне, ага, окей, мы хорошо работаем с хорошей производительностью, ага, там в оранжевой зоне, ну, вот где-то на грани, в красной, все, нарушение, значит, надо там что-то предпринимать. Какая-то статистика, там, ну, иногда вплоть до расчета даже там сезонности нагрузки, это тоже может быть полезно, скажем, ну, как, есть же бизнесы сезонные, там, тот же торговый бизнес, или вот как, допустим, у специалиста учебный, да, вот сейчас осень, сейчас у нас начинается пиковый сезон, значит, нужно больше мощностей, значит, больше людей должно быть на поддержке и так далее, да, для того, чтобы быстрее разрешать. То есть это, в свою очередь, позволит планировать дальше ресурсы, да, и отчетность, и в то же время планирование ресурсов. Сразу такая двойная задача решается, ну, и, соответственно, это дает возможность так вот постепенно, постепенно ключевые участки улучшать. Вот об этом, обо всем мы, ой, прошу прощения, прошу прощения, я не на ту кнопочку нажал. Вот это, вот, собственно, нам дает возможность проводить улучшения. Это, собственно, и есть то, что мы рассматриваем как раз на курсе, то, что мы рассматриваем в рамках курса вот этого вот сервис-деск, да, то, что мы рассматриваем в рамках курса сервис-деск. Ну и теперь давайте несколько слов, давайте несколько слов скажем про, сейчас я вот рестартану презентацию, о сертификациях. Дальше. Вообще по ITIL есть очень развернутая система сертификации, которая разрабатывается голландским, ну он как бы физически расположен в Голландии, вообще называется Европейский институт информационных технологий. Эта система сертификаций основана на четырех уровнях, да, основана на четырех уровнях и первый уровень foundation, ну к foundation готовит даже вот самый первый наш курс там основы ITIL, а вот средний уровень, так называемый intermediate, у него есть две ветки. Это life cycle, жизненный цикл как раз, как мы рассматривали, и возможности IT. Вот так исторически сложилось, что в России почему-то абсолютно превалирующей популярностью пользуется вот эта ветка возможностей, capability. И вот мы с вами сейчас как раз говорили о двух направлениях. ОСА, это служба service desk, и операционное обслуживание, и service offerings and agreement, да, то есть предложение услуги соглашения, каталоги и так далее. И, соответственно, если вы сдаете один экзамен, либо этот, либо этот, ну либо любой другой, вы уже получаете статус intermediate. Для того, чтобы получить статус intermediate по определенному направлению, есть два предварительных требования. Нужно сдать экзамен foundation и пройти сертифицированный курс. У нас сертифицированные курсы состоят из двух частей, потому что, ну, экзамены нужны не всем, поэтому у нас первая часть, ну, давайте вот на примере ОСА. Видите, первая часть, это трехдневный курс, на котором мы именно разбираем вопросы построения службы service desk. Вот видите, 24 часа, да, то есть три дня. Соответственно, если вам, например, сертификация не нужна, то вы ограничиваетесь этим курсом и, получив соответствующую информацию, можете применять ее уже у себя в компании. А вот если вам помимо практического применения еще нужна сертификация, то вот здесь есть, видите, курс, который так и называется «Подготовка к экзамену Intermediate OSA Module». Это курс однодневный, это курс однодневный. Его задача именно обеспечить подготовку к экзамену, в том числе вы на нем будете сдавать пробный экзамен. Экзин предоставляет такие пробные экзамены. Мы, соответственно, с вами разберем вопросы, разберем порядок подготовки. И в результате, пройдя вот эти два курса, вы получите сертификат, который является вторым обязательным условием для допуска к экзамену. Значит, первое условие – ITIL Foundation, второе условие – прохождение вот такого вот комплексного, аккредитованного курса. Ну, то есть, фактически, это четыре дня. Четыре дня, три дня базовые и один – подготовка к экзамену. То же самое касается сертификации SOA – Service Offerings and Agreements. Здесь, соответственно, вот первый курс управления IT-службой компанией, также вы можете на сайте перейти посмотреть. Он также трехдневный, на котором мы разбираем именно прикладные вопросы, вот то, о чем я сейчас рассказывал. И второй курс, вторая часть – однодневный. Однодневный – именно подготовка к сертификации, точно так же сдача экзамена пробного, разбор вопросов и так далее. Для тех, кто хочет пойти еще дальше и получить статус эксперт, тут уже придется потрудиться еще более серьезно. Для этого вам нужно будет сдать все четыре экзамена Capability линейки или, подчеркиваю, или все пять экзаменов линейки Lifecycle. То есть, либо одно направление, либо другое. Пройти обязательный вот такой курс управления по всему жизненному циклу Managing Across the Lifecycle. И после этого сдавать уже экзамен IT-эксперт. Это уже так, серьезно, это уже уровень действительно IT-директора, человек, который умеет выстраивать всю работу IT в крупной компании. И, наконец, самый верхний уровень – ITIL Master. Там экзамены уже не сдаются, а кандидат подает описание своего практического опыта. И, естественно, при этом обязателен статус ITIL-эксперт, то есть, если статус экзаменационный получен, можешь подать свой практический опыт, его там рассматривают, запрашивают референсы и по результатам рассмотрения могут предсвоить вот эту высшую, так сказать, сертификационную стилю. Вот, собственно говоря, таков порядок сертификационной подготовки. Уважаемые коллеги, спасибо за внимание, за ваше уделенное время. Я готов провести еще одну сессию вопросов и ответов. Сейчас включу вам всем микрофончики. Также можете писать в чат, пожалуйста. Слушаю ваши вопросы и смотрю чат. Коллеги, пожалуйста, да, ваши вопросы. Да, спасибо. Ну, если так все понятно, хорошо. Тогда ждем вас на наших курсах, где мы обо всех этих вопросах поговорим уже не схематично, а непосредственно отработаем введение документации. Собственно, вот ближайшие буквально через 2-3 недели в октябре как раз и сервис-деск, и тупор, и подготовка сертификации. Значит, Андрей, да, вижу ваш вопрос. Будет ли запись? Запись обязательно будет. Обычно, ну, с учетом загрузки наших монтажеров, где-то в течение от 7 до 10 дней запись обязательно появится. Давайте покажу, где найти эту запись. Ну, и, возможно, другие, которые найти, будет вам не безинтересно. Вариантов для поиска записи 2. Первый. Смотрите, на сайте в меню обучения онлайн выбираете «Вебинары». И вот здесь прям красным выделена ссылочка «Видеозаписи прошедших вебинаров». Ну, и, соответственно, здесь много направлений. Вот семинары преподавателей. Ну, и, соответственно, это раздел «Менеджмент». Это раздел «Менеджмент». Значит, вот здесь в разделе «Менеджмент» в какой-то момент появится наша презентация. Это одна ветка, по которой можно найти запись вебинара. Вторая ветка. На моей персональной странице. На моей персональной странице. Это раздел «Отцентри». Преподаватели. Ну, если подключились не сначала, я еще раз представлюсь. Меня зовут Данил Динцис. Да, вот он я. И вот здесь, видите, есть вкладочка «Видео». Соответственно, здесь будут, ну, это видео будет, ну, и здесь вот мои такие же краткие, там, на час, на полтора записи по актуальным каким-то вопросам. Вот, кстати говоря, близкая по тематике, только немножко в другом разрезе. В разрезе «Как построить карьеру IT-руководителя», вот, можете посмотреть, это запись близкая по тематике, вот, сегодняшний, как раз. Только чуть-чуть в другом разрезе. Вот, таким образом, вы можете найти запись. Пожалуйста, еще какие вопросы. Ну, что, уважаемые коллеги, тогда спасибо большое всем за участие. Будет огромная просьба сейчас, по завершении вебинара вам предложат маленький опрос, большая просьба его пройти, потому что, ну, всегда обратная связь очень важна, вот, чтобы понимать, что интересует, как, что сделать, что сделать лучше. Спасибо, всего доброго, до встречи.